Ну что, ты готов? Начнём? 26 минут 17 секунд. Готов. Отлично. Да-да-да, у нас идёт небольшая задержка, но мы будем считать ваши лайки, всё нормально. Итак, погнали. Ребят, первый вопрос. Вань, достаточно, наверное, частый со стороны других людей. «Расскажи о себе, ничего не знаю». Вот так вот написали нам. Коротко, ну не знаю, что о себе рассказывать. Спортсмен, ну можно сказать, любитель, но Искандер бы сразу тут бы пожаловался, наверное. Трудно назвать любителя. Я человек, который выступал на чемпионатах России по марафону, наверное, в течение шести лет, но как бы у меня есть основная работа уже лет 15, вот, поэтому тренирую, ну, по графику 5-2. Тренируюсь в свободное от работы время. Тут я не знаю, как себя назвать. Любитель, но подход, наверное, полупрофессиональный, так скажем. Ага. Так, ну мы ждем еще два лайка. Ребят, если вам нравится ответ, вы можете уже ставить, и мы перейдем к следующему. Но пока ты еще раскрой, я не знаю, в детстве бегал, не бегал. В детстве бегал. Не, бегал я с 8 лет, меня отец приучил бегу. Он сам ультрамарафона бегал. Слушай, отлично. Прилетели еще два лайка, и как раз мы переходим ко второму вопросу. У Ивана классный папа, любитель, выступавший на мировом уровне. Расскажи как раз про отца. Отец, кстати, бегать начал очень поздно. Он изначально был велосипедистом и конькобежцем, а бегать начал только в 36 лет. Сразу ультрамарафоны. Был в сборной России в 90-х и в начале 2000-х. Сотку бежал за сборной России. Личный результат у него 6.39, но он стабильно бежал в районе 6.40 постоянно. Заслуженный мастер спорта. И вот недавно только, по-моему, японцы перебили в командном зачете рекорд мира командный года три назад, который продержался с 95-го года при участии отца. Коротко так. Если вам нравится, ставьте лайки. Пока, Вань, раскрой, ну то есть, он любитель все-таки был или профессионал? Потому что написали, что он любитель, выступавший на мировом уровне. Да, это правда. Любитель, выступавший на мировом уровне, да. То есть, у него была колоссальная выносливость. И вот даже, грубо говоря, он показывает мне свои планы беговые. И я говорю, так что тут делать-то? Я сделаю это легко. Но при этом бежать с сотку я не могу, как он. Какая-то особенность, наверное. Я понял. От организма. Слушай, ну интересно. Так, переходим к третьему вопросу. О чем думаешь во время столь длительного монотонного бега? Как отвлечься, если бежать без музыки? Ну это смотря где бежать. Если бежать, допустим, какой-нибудь трейл по горам, там получается уже бег-то не монотонный. И постоянно меняющиеся пейзажи. Это психологически намного легче, чем на шоссе или на той же беговой дорожке. Там проблем с этим нет вообще никаких. То есть даже здесь вот сейчас, находясь в Кисловодске, длительные пробежки куда-то там в сторону Эльбруса или так далее, проходят очень быстро. Если это монотонный по шоссе, да ни о чем не думаю. Быстрее закончилось и все. Просто обычно, когда бежишь по шоссе, там бежишь на какой-то результат с какой-то конкретной скоростью, постоянно поглядывая на часы, мониторивая свои какие-то показатели. А с музыкой вообще практически не бегаю никогда. Очень редко. Так, хорошо. Ребят, для тех, кто вновь присоединился, чтобы мы перешли к следующим вопросам, если вам нравится... ...и лайки, и мы продолжим дальше. Следующий вопрос. Пока переходим. Много ли подписчиков пришло после рекорда? Что этот рекорд значит для тебя? Ну, подписчиков пришло дофига. Я не знаю, сколько там даже. Ну, тысячи... Полторы точно, наверное, тысячи-полторы. Вот. Ну, на самом деле, я не гонюсь за количеством подписчиков. Вот. Рекорд... Ну, естественно, это рекорд неофициальный. Тут во многом все благодаря Искандерову произошло. Вот. При поддержке там и Михаила Шорова, Шорова-Кавказран, который нашел зал. В городе Пятигорске, единственном в городе России, который закрыт был на карантин. Вот. То есть все провернули. Гладко достаточно. Рекорд... Ну, приятно, конечно, быть обладателем, как... Не рекорд, высшего, наверное, достижения, как назвать, неофициального. Ну, естественно, у нас целью не было там прям глобально перебивать его. И я уверен, если кто-то более сильный встанет на беговую дорожку, его еще могут побить. Даже я уверен, если бы мы разложились более грамотно, мы бы пробежали тоже хоть немножечко, да быстрее. Интересно. Так, ребят, зрители, если нравится ответ, ставьте вот такие вот лайки в комментариях. И мы тогда перейдем к следующему вопросу. Ну, расскажи, как подписчики начали писать что-то, спрашивать или просто поздравляют? Нет. Кто-то спрашивает, как тренируюсь, есть ли тренер, тренировочные планы кто-то спрашивает. Ну, планы на будущее, там, куда-то приглашают, на какие-то старты выйти длительные. Вот все в таком духе. Ну, и в основном поздравлений много. Вот. Но у нас больше это как какое-то воскресенье, какой-то перформанс. Ну, людей взбодрить в нынешнее время, когда многим из дома нет возможности выйти. Вот. У нас тут пока, слава богу, можно бегать. Ну, нормально. Я нахожусь сейчас. Ты уже частично ответил на этот вопрос, но давай еще раз проясним его, раз уж задали. Рекорд официально будет зарегистрирован или нет, если да, то какой организации? Да нет, конечно. У нас не было цели и официально что-то фиксировать. Да и мне кажется, в нынешнее время это сделать невозможно. Никто бы не стал приезжать там полностью фиксировать все показатели, там, дорожки, углов и так далее. Не было цели вообще. Просто перформанс был. Добро, хорошо. На вопрос ты уже ответил, поэтому засчитаем его. У тебя уже пять ответов и осталось еще чуть больше 19 минут. Идем дальше. Каких концепций тренировок нужно придерживаться, чтобы любитель выполнил мастера спорта? Вот такой вопрос. Вопрос сложный. Наверное, не каждый любитель сможет выполнить мастера спорта. Наверное. Тем более, во-первых, надо понимать, на какой дистанции это выполнить. На длинных, ультрадлинных, как бы полегче, чем на дорожке стадиона. На дорожке стадиона для любителя выполнить мастера спорта, я считаю, очень трудно. Там на 800-ке, полторашке. Особенно на длинных, наверное, пятерка-десятка вообще очень сложная для любителя. Я думаю, есть такие люди, которые способны это сделать. А концепции тренировок, ну, вот на ультрадлительных, там меньшее значение имеет, как бы, наверное, способности. Наверное, там больше психологические аспекты, то есть умение терпеть, терпеть и терпеть. То есть там скорости не такие высокие, те же, допустим, сутка или сутки. Ну, сутки я не буду рассказывать, я просто в них не соображаю ничего в сутках. Но мне кажется, если просто уметь терпеть, то сутки можно бежать по мастеру. Там 240 километров – это по 10 км в час средняя скорость. Вот. В концепции тренировок просто надо иметь какой-то план четкий. Желательно тренироваться в группе, потому что одному тренироваться очень тяжело. Это очень тяжело себя заставить. Особенно делать скоростные какие-то работы. Но, может, на ультрадлинные, там, скоростных работы не очень нужно. А, конечно, на дистанции от марафона ниже без скорости делать нечего. Хорошо. Так, мы еще ждем буквально два лайка, ребят, ставьте. А мы пока перейдем к следующему вопросу. Седьмой вопрос. Как Иван в течение года сочетает беговые и лыжные тренировки? Используешь ли лыжи-роллеры? Ну, лыжи у меня больше как бы для отвлечения от бега. Во-первых, в лыжах у меня получается разгрузить опорно-двигательный аппарат. Там нет ударной нагрузки. Сердце-то работает абсолютно так же. Поэтому весной, когда лыжный сезон заканчивается, мне всего лишь надо разбегаться. Сердце-то так же работает. Лыжи-роллеры не использую вообще. У меня их нету. Я катался раза три, наверное, на них. Там бывают какие-то медленные колеса, быстрые. В общем, у меня какие-то средние были. Я проехал кандеров 50, не очень устал и понял, что какая-то это не такая подготовка, какая нужна. Все-таки это даже отличается от лыж слишком, лыжа-роллера. Так, а то, что как раз у нас прилетел третий лайк. Давай, чтобы больше вопросов, я задам следующий. Слушай, опять возвращаемся к теме этого рекорда. Как ты вписался вообще в челлендж с Искандером и на что рассчитывал? Расскажи, как вообще история началась и закончилась. Ну, так получилось, что мы оба оказались в городе Кисловодск. У меня сейчас отпуск, у него тут удаленная работа. Как-то пересеклись. Он говорит, хочешь на беговой дорожке пробежать марафон? Я говорю, а что нету-то, давай. И тут же, по-моему, у меня родилась идея. Я говорю, а может полтинник? Там вроде какие-то рекорды не очень быстрые. Так это ты придумал. Ну, по-моему, я сказал полтоз. Вроде да. Там речь шла, Алексей Смертин же марафон собирался бежать. И Искандер говорит, давай марафон. Я говорю, так давай полтинник за три часа уложим и все. Он говорит, давай. И мы тут же начали мониторить результаты в интернете. Сколько, сколько. И буквально на днях в среду вот этот ориентировщик бежал. Мы посмотрели. Он там пробежал буквально на 50 секунд быстрее, чем предыдущий рекорд. Кстати, про предыдущий рекорд устанавливал этот Флориан Нойшвандер, который в прошлом году в Винсфолайф тоже бежал. И он был третий. Я в прошлом году выиграл, он третий был. Ну, я понял, да, чего нет, я думаю, подъем. Вот. Как бы непонятно было. На беговой дорожке столько не бегали раньше. Поэтому непонятно было, как разложиться правильно. Ну, все гладко прошло, как надо. Отлично. Так, мы ждем еще один лайк. Меня зовут Вадим. Кто-то спрашивает. Ваню уже 100% все знают. Мировой рекордсмен. Мы пока переходим к следующему вопросу. Долетит сейчас один лайк, я думаю. Опять же, после... А, расскажи про утро после рекорда. Проснувшись, ты подумал, что ты суперкрутой? Я могу рассказать про ночь сначала, потому что у меня обычно мучает бессонница после длительных. И я не мог уснуть. Я думаю, чем заняться, решил пересмотреть эфир еще свой на канале Бег Вредин. Поэтому еще 3,5 часа я посмотрел, и только где-то в 3.30 ночи я пошел спать. Спал в этот день часа 2,5, потому что в 7 уже проснулись... Раньше даже в 7 проснулись дети, и пришлось вставать. Да нет, никакой звездной болезни я не страдаю. Какой суперкрутой. Обычный. Я же говорю, этот рекорд по силам перебить точно, без проблем. Я думаю, даже если мы бы задались с Искандером еще раз, и через месяц встали бы, мы бы уже знали, как бежать. И могли бы еще раз побить. Может, не на много, но я думаю, смогли бы. Отлично. Так, ребят, да, очень интересно отвечать. Вот прилетел третий лайк. Так, давай, следующий вопрос. Десятый уже у нас вопрос. Расскажи, какие планы были и изменились в связи с пандемией на этот сезон? Планы, конечно, изменились. У меня первым стартом сезона обычно идет Винсу Лайф, уже пятый год подряд. Я собирался ехать в Перу, бежать, так как я больше как бы, ну, все-таки любитель, поэтому и плюс любители попутешествовать. Хотел заодно посмотреть континент на Южной Америке. Я был в Бразилии, а в Перу вот хотел посмотреть вообще саму страну. Ну, а все поменялось, старты отменили, соответственно, а отпуск уже был запланирован, поэтому я вот, собственно, 29 марта приехал в Кисловодск, где нахожусь по сей день. Как-то так. А так дальше планы на сезон... Будут. Ну, я не знаю, когда вообще старты появятся, будут ли они вообще летом. На лето планировал Golden Ring Ultra Trail пробежать. Вот пока зарегистрирован на 50, но подумал, может быть, и на сотку выйти вместо полтинника. После того, как отменили Винсу Лайф, еще была надежда, что проведут Дагестан Wild Trail. Думал, там полтинник пробежать. Но его тоже отменили уже вот в первую неделю апреля. А так под осень, в зависимости от спортивной формы, либо будет выносливость, либо скорость будут развивать. Там вот, думаю, либо московский марафон, либо чемпионат России на 100 километров. Пока сам даже вообще ничего не решил. Отлично. Так, нам как раз прилетает сейчас один лайк, мы еще ждем. Но переходим пока к следующим вопросам, чтобы больше успеть. Давай еще раз затронем тему. Ты считаешь себя любителем или профессионалом? Ну, все-таки любителем, конечно. Конечно, наверное. Ну, как-то расскажи, какие ты видишь принципиальные различия между любителями и профиками? Ну, мое мнение, только, наверное, одно различие. У профессионала есть возможность делать тренировки, когда ему удобно, ездить на сборы, когда удобно, и, соответственно, восстанавливаться нормально. У любителя возможность тренировки делать есть, но это либо там утро до работы, либо вечер после работы, либо в каких-то там перерывах, либо это выходные дни. А времени на восстановление очень катастрофически мало. Вот в этом, наверное, отличие основное. Вот. А то, что там какие-то ставки, зарплаты, это я не считаю, что это какая-то разница. То есть у кого-то одна работа, у кого-то другая работа. Вот. В принципе, любитель может делать даже работы как профессионал, но восстанавливаться он так не сможет. То есть нет возможности поспать где-то днем, вот, как-то там, массаж сходить, когда угодно. Искандер, любитель в итоге? Ну, я считаю, он... Ты сейчас на удаленке стал профессионалом, так как восстанавливается часто. Не, ну, на удаленке можно сказать, что... На удаленке можно сказать, что я профессионал, потому что, получается, в отпуск приезжаю, вот, в Кисловодске, у меня тут план свой, соответственно, два раза в день я тренируюсь, и утро, и вечер. Сейчас, правда, на изоляции один раз в день выхожу, больше неохота, вечером иногда в квартире какие-то упражнения делаю с резиной там и так далее. Вот, Искандер, мне кажется, в абсолютно такой же ситуации, как я. Просто единственное, может быть, график работы у нас разный, у кого у него там, ну, не знаю, бывает, что у него утром вроде тренировки он успевает делать, у меня нет возможности, утром я делаю вечером. То есть, просто подстраиваемся под возможности свои. Понятно. Так, ребят, ставьте лайки, но я вижу, что на этот вопрос уже есть три лайка. Скажи, пожалуйста, какой у тебя объем бега в неделю? Очень зависит от подготовки. Если я готовлюсь к длинным бегам, то где-то 200 километров стараюсь держать, 200 в неделю. Если я так в отдыхе, так скажем, под конец года обычно, октябрь, ноябрь, декабрь, я объемы сильно сбрасываю, там вообще маленькие. Бывает, что, особенно если работы много, бывает там по 70 км в неделю доходит до такого. А так средний, наверное, ну, 140-150, стараюсь примерно. Ваня, привет, еще раз. Привет, привет. Я не знаю, у меня что-то с роутером, поэтому сейчас пришлось на сотовый интернет перейти. Надеюсь, все нормально, вроде 4G показывает. Да, вот вроде пока все хорошо, оперативно. Напоминаю тебе, у нас после, по итогам вчерашнего дня, правильно отвечено на 12 вопросов, которые понравились зрителям, и, соответственно, осталось у нас 8 минут и 53 секунды. Если ты готов, если зрители готовы, напоминаю зрителям, что вы оцениваете ответ Ивана, ставите вот такие лайки в комментарии к этому посту, и тогда набирается, когда три лайка, мы переходим к следующему вопросу. Ну что, Вань, готов продолжить? Да. Добро. Запускаю таймер 8.53 и 13 вопрос. Вот так у нас остановилось. Какая у тебя цель в спорте, чего хочешь достичь? Ты же сказал, что ты любитель, но вот расскажи именно по спортивным целям. Ну, естественно, хочется добиться высоких результатов. Ну, все-таки для меня спорт – это больше хобби, поэтому ну, вообще такая мечта есть – выполнить, раз уже мастер есть, хочется выполнить международник. Раз, раз, что-то опять. Слышно меня? Говори, говори, я восстановил. Говори, да. Хочется выполнить международника, и надо пользоваться случаем, пока федерация отстранена. Насколько я понимаю, МСМК можно выполнить на территории Российской Федерации, поэтому, может быть, понимая, что в марафоне мне это будет нереально, поэтому, наверное, единственная дистанция – это 100 километров. Там 6.40 МСМК. Вот. Может быть что-то такое. То есть 6.40 МСМК – такая реальная цель на ближайшее время, да? Ну, надо тренироваться. Я не говорю, что это легко. Это сложно. Я пробовал один раз бежать сотню, и это достаточно сложно. Так, хорошо. После 70-го там совсем тяжело. Мы ждем еще один лайк, но пока переходим к следующему вопросу. Вот как раз, что тебе нравится бегать больше – 100 километров или марафон? И почему? Так, дело в том, что в последнее время я не бегал ни 100 километров, ни марафон. Последний марафон у меня был. Опыт есть? Есть и того, и того, и на результат было и то, и то в далеком пятнадцатом году. С пятнадцатого года я только бегаю вот трейлы одни и вот Винс Фу Лайф по шоссе. Ну, и в качестве тренировок иногда выхожу на короткие шоссейные там местечковые пробеги. Ну, марафон больше нравится, потому что мне больше нравится там, где конкуренция есть хорошая. Интересно. Так, ребят, ставьте лайки, они сейчас, я думаю, прилетят, но чтобы больше вопросов было, следующее. Расскажу свой распорядок дня, как проходит подготовка к ультразабегам. Ну, распорядок дня, если это рабочие дни, то, ну, пятидневка стандартная. Встаю в 6.50, завтракаю на работу, соответственно, иногда бывает возможность побегать на работе в обед. Вот, какой-то кросс, но непродолжительный. Но иногда приходится остаться чуть дольше после окончания рабочего дня. Ну, не всегда. В основном тренировки все вечерние, после работы, сразу же с работы, не заезжая домой, еду либо на стадион, либо куда-то на какую-то трассу свою беговую, асфальтовую или кроссовую. Рассказывает такой. Ну, понятно. Какая-то, есть особенности подготовки на сотню, чем на сорок два. Ребят, ставьте лайки, если нравится ответ. На сотню больше нужно объемных тренировок. То есть для марафона длительного бега там и тридцатки, ну, максимум тридцать пять достаточно. На сотню надо хотя бы в активе иметь там несколько шестидесяток, может быть даже разочек семьдесят пробежать. Ну, чтобы было гарантировано, что добежишь. Вот. Бывают, правда, случаи, что некоторые люди бегут и без таких длительных. Там и полтинников в активе достаточно, чтобы добежать сотни. А так, наверное, все то же самое, что к марафону. Может быть, там на скоростных несколько отрезков добавить. Ну, процентов двадцать к работе скоростной. Слушай, интересно. Так, переходим к следующему вопросу. Почему дистанция сто километров не так популярна в России, как в России и мире, как марафоны? И что нужно сделать для того, чтобы она стала популярной? Ну, наверное, так, марафоны, во-первых, и олимпийская дисциплина. Сто километров нет. Если бы сто километров была олимпийская дисциплина, скорее всего, популярность все резко бы возросла. Резко бы возросло количество сильных бегунов на стольнике. Вот. Потом финансовая составляющая. Естественно, на марафонах там деньги какие-то, на ультродлинных денег особо нету. Популярность, чтобы возросла. Ну, и плюс еще трансляция. Вот марафон идет там два часа, с небольшими лидерами бегут. Посмотреть можно. Сотню там шесть с половиной часов никто смотреть, естественно, не будет. Вот. Из-за этого популярность ниже. Ну, вот если решить... Что можно сделать, чтобы популярность увеличилась? Или, не знаю, чтобы люди начали бегать длинные дистанции? Я имею в виду ультрадлинные. Ну, чтобы подтянулись туда лидеры, однозначно, это финансовый вопрос. Ну, то есть сильные бегуны. Вот. Без этого, наверное, никто туда не пойдет. Ну, и побольше, наверное, пробегов. Получается, в России-то кроме чемпионата России, ну, и Кубка России, наверное, больше ничего нет на сотню. Ну, такие еще есть мелкие, где там совсем немного народу собирается. Так, интересно. Так, ребят, ставьте лайк. Сейчас ждем три лайка, но пока переходим к следующему вопросу, чтобы побольше узнать. Семнадцатый вопрос. Ты не думал перейти в другие виды спорта? Ну, вот сейчас, как многие, в триатлон переходят. Триатлон я пробовал. У меня с плаванием не очень хорошо. Я могу плыть долго, но не быстро. Я шоссейные триатлоны, честно скажу, не пробовал. Пробовал кросс-контрийные. Ну, вот был даже, куда-то ездил в Питер, просто случайно попал из воды, вылез пятьдесят третий, на велосипеде стал десятый и финишировал третий в итоге на триатлоне. Там у участников человек триста было, что ли, даже. Ничего себе. Исходя из этого, у тебя не плавание, а велик не очень, который надо подтягивать. Прерывается что-то связь сейчас опять. Я говорю, исходя из того, что ты рассказал, у тебя слабое не плавание, получается, а велосипед, нет? Нет, нет, пятьдесят третий из воды вылез. На велосипеде десятый. Пятьдесят третий, да. На велосипеде десятый стал, да. Но кросс-контрейный от шоссейного уж сильно отличается. В шоссейном просто надо педалировать постоянно. А в кросс-контрейном основное, наверное, не бояться спусков и лететь без тормозов. Вот и все. Да, да, смелость надо иметь. Отлично. Слушай, давай переходим к следующему вопросу. Такой короткий, но попрошу более подробно тебе ответить. Трейл или шоссе? Шоссе. Ну, вопрос короткий, ответ длинный нужен. Чтобы люди... Ответ длинный. Ну, опять же, я же говорю, где конкуренция есть хорошая, там можно и трейл пробежать, но все равно на шоссе остается более хорошая конкуренция. В конкуренции рождаются высокие результаты. То есть, так как трейлов в последнее время много и разнообразно, все разбегаются сильные по разным трейлам. И в итоге на буквально несколько трейлов в России, где собираются все сильнейшие. Вот. И то, ну, как бы вот, грубо говоря, отвечу на этот вопрос. Вот есть дисциплина горный бег, правильно? Вот наша, так скажем, сборная, ну, лет пять назад у меня там друзья-знакомые были, бегала кое-как-то, ну, когда были допущены, там какие-то 20-е, 30-е, 40-е места на мире. И приехал один раз туда Андрей Сафронов, с Уфы который. Соответственно, он бежал и дорожку, и марафон быстро, все, бежал быстро. И он стал, по-моему, третий он на мире стал по горному бегу. Вот и показатель, собственно, вот этих всех горных бегов и трейлов. Ну, в Европе, конечно, там в мире трейл более развит, чем у нас. У нас не так развит. Вот. Или тот же вот Винсфулай в прошлом году в Турции бежал, со мной бежал Ахмед Арслан. По-моему, он чемпион мира по горному бегу. Ну, конечно, он сейчас уже подзарезал, но он просто на 35-м кентре отвалился и все. Интересно. Конкуренция. Ну, то есть шоссе все-таки сильнее, ребята, да? Шоссе сильнее, да. Понятно. И твой выбор шоссе? Хоть и бегу и трейл, но мой выбор шоссе, да. Отлично. У нас остается буквально несколько секунд, но я успею задать 19-й вопрос и надеюсь, что ты ответить успеешь. Скажи, пожалуйста, если тебе предложат установить мировой рекорд на 100 километров на беговой дорожке, согласишься ты или откажешься? И что, попробуешь ли установить рекорд? Ну, наверное, во-первых, надо знать, сколько он, я даже не знаю. Вот я посмотрел по ходу 50 миль, это 80 километров, 4,57 и даже прикинул в голове, вот когда мы пробежали, 2,40, оставалось 2,13, то есть надо было по 4,30, что ли, получается, 30-ку добежать. Я думаю, вполне реально было бы. Тут вопрос, были бы судороги у меня или нет. Если бы судорог не было, питания бы хватило, я думаю, возможно было. Ну, это если бы ДКБ, это невозможно ответить. А почему бы и нет, можно и попробовать. Слушай, отлично. Я думаю, хорошее завершение у нас с тобой. 19 ответов на 19 вопросов от тебя, запишем это в нашу историю нашей передачи «Таймер и зон». Мы считаем, что ты пробежал за эти 2 минут 19 километров, мы это так называем. А вообще, спасибо тебе большое. Все записи всех наших интервью вы можете посмотреть на канале в YouTube «Таймермен Ченнел». И в том числе склеенное, получается, интервью из вчерашнего и сегодня с Иваном Моторином. Вань, спасибо тебе большое. Удачи тебе. Желаю тебе установить мировой рекорд на 50 миль уже. Ну и я думаю, чтобы все хорошо у тебя было, самое главное. Спасибо, Вадим, что пригласил. Спасибо. Еще раз извиняюсь за качество связи. Все нормально. Все хорошо. Мы отлично пообщались. Счастливо. Пока. Все вам спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok